Наливайте себе чай или кофе и давайте будем сегодня вместе экспериментировать, а именно делать натуральные красители из черного чая, кофе и ягодного напитка. Как вы поняли, для начала нужно заварить крепкий чай и такой же кофе. Я положил по одной столовой ложке на каждую чашку. Также я упомянул ягодный напиток. Он тоже своего рода чай. Примерно столовую ложку с горкой я залил типетком и теперь жду, пока наши горячие красители остынут. Давайте проводить эксперимент. Я взял маленькую сумку, она белая, правда уже старая, и есть пятна, которые я как раз и хочу скрыть. С обратной стороны есть какие-то надписи, но они нам не помешают. Складываем шоппер в розочку. В этот раз я не буду закреплять конструкцию резинками, просто начну брызгать нашими красителями. Сначала в бой пойдет чай. Он хорошо настоялся, но я бы не сказал, что краситель из него вышел каким-то насыщенным. Дальше на очереди у нас кофе, который тоже меня немного разочаровал. К сожалению, тоже особого яркого оттенка он не дал. Ну и теперь третий натуральный краситель из ягодного чая. Он вышел ярче всех, а такой приятный розовый цвет получился. Пока наша сумка сохнет, я хочу посмотреть, как красители окрасят маленькие кусочки ткани уже по отдельности. Я взял небольшую емкость и туда выливаю остаток кофе, который мы с вами использовали. Теперь окунаем туда наш образец и оставляем на 15 минут. То же самое проделываем с ягодным напитком и черным чаем. И вот что получилось. Кофе окрасил ткань в бледно-коричневый цвет, ягодный чай преобразил белый кусочек ткани в пастельно-розовый цвет, и чай дал такой оранжевый оттенок. Камера немного искажает эти цвета, но в принципе все понятно. В интернете можно найти такие же образцы. А вот и готовая сумка, она высохла, и можно ее рассмотреть уже поближе. Конечно, получилось не идеально, я думаю, все прекрасно понимают, что натуральные красители довольно бледные и не особо яркие. Но в этом есть своя фишка. Получилась такая сумка для Сиппи, мне пришла именно такая первая ассоциация в голову. Напишите, как вам такой необычный эксперимент в комментариях. На этом все. Всем спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайк или дизлайк. Увидимся очень скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok